Покупая себе Xbox или когда меня просто спрашивают, во что же такого крутого на нем можно поиграть, я всегда вспоминаю свою любимую игровую серию, которая называется Gears of War. Многие уже слышали о данной серии, кто-то от нее остался под впечатлением, кто-то наоборот не особо полюбил ее, но несмотря на это я вам расскажу свою историю знакомства. За что полюбил эту серию, как ее полюбить и почему Gears of War это самая лучшая серия на Xbox. С вами как всегда Джамбо Макс, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше впечатление о данной серии, почему она вам зашла или не зашла и давайте начнем. Первое мое знакомство с этой серией у меня произошло в году так 2007, когда у меня еще не было Xbox, мой друг с Хабаровска принес мне диск для ПК с игрой, которая на тот момент была очень требовательной. И требовательной настолько, что мой комп потянул ее наверное FPS так 5. Увы, но да, первый раз познакомиться с ней нормально, за счет этого просто не удалось. Потом, когда у нас с братом появился наш первый Xbox 360, и мы в магазине выбирали диски во что поиграть, и поскольку раньше внешних источников типа интернета у нас не было, приходилось выбирать игры чисто по обложке. Если вдруг ты конечно не знаешь какой это конкретной игры. И как-то у брата попал взгляд на обложку первой части этой серии. Я по тем временам слышал такую фразу, что данная игра является лучшей для Xbox 360. И как вы понимаете, мы ее приобрели, признаться честно, в первый раз она мне не вкатила вообще. Понятное дело, что я был еще не особо взрослый, но первоначальное знакомство в этот раз тоже было неудачным. Поскольку, во-первых, она была полностью на английском, вся эта тема с укрытиями и со странным бегом не особо понравилась. А еще она вызывала сложность прохождения, чего тебе надо было подбирать своего союзника, который все время падал. Но если убивали тебя, то ты вздыхал сразу. Поскольку боты в первой части тебя не поднимают. Увы, но данный диск пролежал на полке еще какое-то время, и поскольку раньше было меньше игр, приходилось иногда перепроходить что-то старое, или брать то, что не прошел. И я как-то раз попробовал ее еще раз. И не зря. Поскольку она начала мне безумно нравиться. Очень приятная стрельба, клевые перестрелки, интересное оружие, как, например, автомат с бензопилой под названием Ланса. В общем, я стал с удовольствием проходить первую часть, и зимой нам с братом дарить второй геймпад. Я не знал изначально наличия кооператива в этой игре, и методом тыка мы были крайне удивлены его наличию. И когда мы для себя его открыли, мы были дико рады, ибо это была одна из немногих игр, в которой есть возможность от начала до конца пройти игру вместе. Забегая вперед, скажу, что в любой части есть режим разделенного экрана и возможность играть в кооперативе, отчего я вам настоятельно советую поиграть в нее вместе с кем-то, даже если вдруг Гирзуфор вам когда-то не зашел ранее. Дело в том, что кооператив в данной серии сделан очень по уму, отчего второй игрок это не просто некий болванчик, который ни на что не влияет, а полноценный персонаж, у которого, во-первых, будет своя история, и самое главное то, что игра вам будет подкидывать все время ситуации, в которых вы должны будете действовать сообща, иногда даже помогая друг другу, находясь на разных путях. А иногда и вовсе без второго игрока не сможете пройти дальше, отчего кооператив становится еще интереснее. Кстати, все части серии есть подписочки Xbox Game Pass, не обязательно покупать каждую игру по отдельности. И если вдруг у вас все еще нет подписки, можете обращаться к ребятам из X Games, они перешли на новый способ покупки, поэтому банов уже больше месяца не наблюдается. Если вдруг что-то будет не так, вы всегда можете написать мне лично. Смотря на то, что в большей степени Гирзуфор это шутер, он довольно умело разнообразит перестрелки и в целом игровой процесс. Подкидывая вам определенные локации, новый тип врагов, оружие, интересные игровые ситуации, по типу защити точку, не попади в темноту, что-то перенеси стреляя только с пистолета, поскольку рука у тебя одна занята. И если же в первой части на данное время это все смотрится слегка топорно, неудивительно. Кстати, если вдруг вам реально в первую часть играть крайне некомфортно из-за старости, советую начать играть вообще в серию Гирзуфора с части Гирзуфор Ultimate Edition, который является переизданием первой части и который еще полностью на русском, даже с озвучкой. Геймплейная составляющая это, пожалуй, сердце данного проекта, поскольку разработчики с каждой частью начинают ее улучшать, предлагая вам новые возможности и игровые механики, при этом оставляя самое главное, очень приятную и вымеренную стрельбу. Если в шутере приятно стреляет, то это уже половина успеха, и тут с этим все прекрасно, отчего проект комфортно чувствуется даже на геймпаде. А чувство распила саранчины пополам, это вообще не передать словами. Так вот, со второй части разработчики учли все свои нюансы, добавили еще больше всяких классных механик по типу разных добиваний, возможности взять врагов в заложники и использовать его как живой щит, вели дуэли на бензопилах, прокачали искусственный интеллект и врагов, и союзников, которые теперь могут поднимать, добавили новое интересное оружие, и в целом со второй части серия начала очень круто набирать обороты и становиться еще более драйвовым шутером, чем ранее, не забывая опять же свои истоки, а именно систему укрытий. Вам дадут и технику, залезть в кишки огромного монстра, побыть под землей, в общем игра вам точно не даст заскучать. Только сам лора, тут он довольно обширен. И несмотря на то, чтобы узнать больше, вам придется читать книги, записки и тому подобные темы, но не пугайтесь, самую основу в играх вы поймете без проблем. Вообще нам давно уже обещают киноадаптацию этой франшизы, но уже больше 10 лет о ней крайне мало информации, и зная какие сейчас качественные выходят сериалы по играм, я это очень жду до сих пор. Ну а если возвращаться к лору, то вкратце, действие происходит на планете Схера, где существует подземный враг Локустов, которых еще кличут как Саранча. От этого происходят конфликты, и во всей серии до четвертой части вы берете на себя роль супер-брутального бойца, которого зовут Монаркус Феникс из отряда Дельта. Ему поручают довольно тяжелое здание, и он со своим отрядом и лучшим другом Домом пытается все это выполнить. Кстати, у Букера есть прикольный ролик на эту тему, гляньте, он того стоит. Но на этот простой посыл накладываются очень тяжелые истории войны для конкретных персонажей. Некие неожиданные повороты, о которых вы не знали и ни за что не догадаетесь, и следить за этим крайне интересно, ибо история показана таким образом, что ты проникаешься с судьбой каждого. Ибо у кого-то была жена, дети, кто-то их до сих пор ищет, кто-то играл в футбол, и все это классно рассказывают. И вот что-что, но вот вторую часть я считаю более тяжелый сюжетно в плане эмоций, ибо там больше накала страстей, жестокости, ключевых потерь, и в целом, когда действие происходит под землей, идет больше какого-то нагнетания. Третья часть в целом не особо слабже, тоже входит в основную трилогию Маркуса Феникса. Также разработчики шагнули вперед, предоставив вам еще более динамичный геймплей, более прикольные миссии, сражения, уже новый вид врагов, который мутировал со старых, и что очень порадовало, дали возможность пройти игру вчетвером. Да, это единственная часть, в которой можно это сделать. Эта часть, пожалуй, мне запомнилась больше всего, ибо, во-первых, она является неким финалом основной трилогии, она получилась более драйвовой, и, пожалуй, из-за того, что именно с этой частью я начал играть в мультиплеер, ибо у меня появился интернет. Онлайн есть, что есть во всех абсолютных частях, и он довольно-таки хорош, но это вообще другая история, он динамичен, также в меру тактичен, и, несмотря на то, что тут есть некие свои фишки по типу слайдов, правильное тактическое расположение бойцов может помочь в бою больше, чем это умение. Но все равно, если вы хотите научиться классно играть, то слайды вам придется выучить. Мульт, честно говоря, не похож ни на что, он тут своеобразный и в меру привлекательный, и, несмотря на то, что у нас в СЛГ он не особо популярен, за рубежом он очень ценен. И киберспортивные турниры проводятся, и всякие нишевые тусовки есть, но в нем есть очень большая проблема под названием Коннект. Я уж не знаю, как в первых частях, но начиная с третьей части, скажу вам одно. Коннект будет вас выбешивать. Он тут крайне нестабильно, от чего у вас будет просто гореть жопа, поскольку вас будут выносить за меньшее число патрон с более дальних расстояний, и это несмотря на то, что вы оба будете стрелять одновременно с дробовиков. Если же в третьей и четвертой части ближе к концу, плюс-минус это все как-то поправляют, то в пятой части как было плохо, так и остается. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы не сможете с первого раза убить кого-то со спины, и вас вынесут, обернувшись с одного удара. Но вместо онлайнов, которые, честно говоря, я даже не особо сейчас советую вам заходить, поскольку там остались одни такие старички-тащеры, от чего вы только испортите впечатление от всего этого и психанете, я вам рекомендую попробовать такой онлайн, как режим Орда, в котором вам предстоит выдержать 50 волн саранчи, на каждую десятую которую у вас еще будут безжалстные большие боссы. Режим крайне интересен тем, что вы, по сути, должны выстраивать базу от того, чтобы вам было легче, но за счет наплыва врагов, несмотря на то, что у вас будут и баррикады, и турели, и всякие ловушки, сделать это будет не очень просто. Если что, этот режим идет со второй части, и в пятой он потерпел некие изменения в плане прокачки. Но в каждой части играет довольно-таки весело, интересно, но только с напарниками, ибо это точно не соло-режим. После третьей части вас ждет некий приквел под названием Джажмин, который был создан в совершенно другой студии, но если вас зацепит эта серия, вы можете ее пройти для расширения лора, ибо там истории рассказываются про Берда, механика из отряда Дельта. Но, честно говоря, в игре нет ничего такого мега интересного и запоминающего, отчего я к ней как-то холоден остался. После идет уже четвертая и пятая часть, и тут уже история про сына Маркуса, которого зовут Джей Ди, и его отряд. Честно говоря, мне их история понравилась. Игра обрела свежесть, все новый графический вид, она стала потрясающе выглядеть. При этом она не потеряла старый дух частей, но при этом дала еще больше драйва эпичных моментов. Новые монстры, новые угрозы, влияние природных условий на бой, и несмотря на то, что четвертая часть не особо любима фанатами, мне она понравилась больше всех. Поскольку с нею я увидел некий такой еще больший скачок развития серии, миссии стали куда веселее и разнообразнее, чем это получилось даже в пятой части, где была добавлена не особо удачное решение полуоткрытого мира, в котором ты мало что можешь исследовать. Но опять же, это чисто и мхо. В этой всей серии есть еще дополнение в пятой части, которая рассказывает про совершенно новый отряд, есть пошаковая стратегия Gears Tactics, но она уже чисто для тех, кто любит этот жанр. Но почему же эта серия все-таки лучше на Xbox? А все потому, что каждую новую часть она становится интереснее, качественнее, проект многогранен за счет большого количества режимов игры, ибо в нее можно играть как и за счет истории, так еще и за счет онлайна. Также она все еще остается уникальной, отчего подобного проекта с таким же брутальным, серьезным и в то же время интересным повествованием, которое идет одновременно с приятными и непростыми перестрелками, вы просто не найдете. Чтобы понять, насколько хороша гиря, просто надо в нее попробовать поиграть и желательно с кем-то. Кто бы что ни говорил, но Gears 4 это все еще один из тех проектов, которые иногда при выборе консоли склоняют в его пользу. В начале восьмого поколения и просто безумной любви к этой серии, я верил и ждал, что Xbox продолжит выпускать эту франшизу и не прогадал выбор в зеленую сторону и консоль Xbox One. Не знаю как вам, но гиря у меня всегда вызывает интерес и трепетное ожидание новой части. Кстати, для тех, кто не знал, недавно на Е3 была анонсирована новая часть. Конечно, это не продолжение пятой части, как все надеялись, но история будет затрагивать события еще до первой части. В общем, история про молодого Маркуса Феникса, от чего в целом интерес он не убавляется, а только делает его беспроигрышным и еще интереснее. Поэтому, если вдруг у вас есть Xbox, и тем более подписочка геймпасса, даже если серия вас как-то задушила и не понравилась ранее, как-нибудь попробуйте в нее поиграть снова. Ибо этот проект вы можете реально сначала не раскусить. Но после понимания стрельбы и системы укрытия, и после того, как вы проникнетесь этим брутальным и эпичным вайбом, вы поймете абсолютно всех, кто любит эту серию. Поэтому ждем новые герзуфор, ставим лайки, подписываемся на канал. Если кто-то еще не играл в эту замечательную серию, то бегом наверстывать упущенное. А на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok